Здравствуйте, дорогие друзья. Недельная глава Лех-Леха. Наш мир после потопа стал миром возможной радуги. Радуга это признак надежды, символ надежды. Почему возможной? Потому что никто ничего не гарантировал человечеству. Это не значит, что человек будет делать что угодно, а потом посмотришь на радугу и все пройдет. После потопа мир был создан заново. Атмосфера стала другой. Мир стал местом, который мог принимать солнечный свет, который проникал сверху, раньше этого не было. И самое главное, он мог многоцветно отражать его. Мир стал местом, где сотворенное могло родиться, обрести душу, тело, долю в этом мире, пропитание, которое творец даст ему. А потом использовать это, а затем вернуться к Богу со словами, смотри, что я сделал с тем, что ты мне дал. И Бог вот в этом случае поклялся больше не уничтожать мир. Точнее потопом он сказал, что потопа не будет, но кроме потопа бывают разные вещи. Надо не хватать Бога за язык, надо не пытаться воспользоваться. Он сказал, что ничего этого не будет, так поступил фараон. Он сказал, что потопа не будет, давай утопим евреев в воде. Не так это все. Если обитатели пойдут в неверном направлении, что стало очень важно после потопа, они могут вернуться, исправить ошибки. В мире впервые после потопа появилась возможность возвращения, тшувы, раскаяния. И это совсем другой мир. Вот это дает нам надежду. В начале всего именно на земле созданный был физический мир, более чем любой из высших духовных миров был вместилищем божественного присутствия. Но шаг за шагом человек. Сначала грехом дерева познания добра, потом грехом борта убийства, и вообще всем, что присуще человеку, людям. И знал божественное присутствие из его дома. Выгнали Бога мы. Поскольку человек изгнал Бога, только человеку дано это вернуть. И это начал Авраам. Именно вот в этом величие и силы Авраама, который провозгласил единство и единственность для всех миров. И мы должны закончить это все. Наше поколение должно вернуть небо на землю. Это и говорится о храме. И ведь это же говорится, почему, если по время какого-то поколения храм не построен, он как бы разрушил. Это значит, что это поколение еще дальше отодвинуло, и уж никак не вернуло. Правда, мы в основной массе занимаемся несколько другим, и, возможно, даже опять отодвигаем. Но это не навсегда. Все немножко верят. Проблема именно в этом слове «немножко». Так вера не работает. Знаете, однажды женщина пожилая пришла к Рэбе и говорит, Рэбе, Рэбе, Вы знаете, Рэбе, она говорит, Я слышала, что вера может двигать горы. Это правда. У меня перед домом горка, горка такая, она мне заслоняет пейзаж. Можно ее передвинуть? Рэбе улыбнулся, говорит, вера может все, только полная вера. Если у тебя есть, наверное, сможешь. Старушка пришла домой, Помолилась, легла спать. На утро опять помолилась, отдернула шторку. На всякий случай смотрит, горка стоит. Она говорит, я заранее знала, что это не работает. Ну, так это действительно не работает. Вера должна опережать разум. В этом залог успеха. Вера должна опережать разум. А как может не ученый, не мудрец, простой человек прийти к вере? Это спрашивал раби Вассерман. Так же, как обрел веру первый еврей Авраам, который вот в нашей недельной главе. Медраж рассказывает о путнике, который шел по пустыне, увидел дворец, вошел внутрь, никого нет, обнаружил еду, питье, спросил, где хозяин? Кому я должен сказать спасибо? И тогда вышел хозяин, сказал, я хозяин. Так же и Авраам. Наслаждаясь миром, он спрашивал, где хозяин этого мира, которому я могу выразить благодарность? Тогда ему открылся Всевышний, я хозяин. То есть, надо идти по миру, искать его. Чувство благодарности, кстати, стало движущей силой духовной победы Авраама. Благодаря этому он соединил творение и творца, человека и Всевышнего. И не случайно Авраам выбрал путь добрых дел, полагая, что чувство благодарности приведет людей к творцу. Когда он просил кого-то, поблагодари творца. И вот с тех пор историческая миссия Авраама и его потомков состоит в том, чтобы стать светом для народов, надо помогать. Бога надо искать, найти и назвать по имени. И нести это знание. Инстанция, сказал Франкл, такой, помните, психолог, который в фашистском концлагере был. Инстанция, перед которой мы несем ответственность, это совесть. Если диалог с совестью, это настоящий диалог, а не просто разговор с самим собой, то встает еще более важный вопрос. Является ли совесть последней или предпоследней инстанцией? И мы должны стать теми, кто твердо, четко скажет, это последняя инстанция, имя, которое ей дало человека, это Бог. За человеком дальше идет Бог. Получается, что начало и самый главный вывод нашей недельной главы и жизни Авраама, то это встать и очень твердо сказать себе и тем, кто вокруг нас, Бог есть, Он хозяин мира. А дальше начать изучать, что сделать такое, чтобы быть с ним рядом, понравиться ему, выполнить задачу, которую он поставил перед нами. Надо искать Бога. И тогда мы, я думаю, все-таки притянем вот эти небеса, которые были отодвинуты. Браха вы от слыха.